Всем привет! Сегодня 4 июля, Московская область. Я вам хочу показать вредителя, который у меня в этом году появился на розах и на ежевике. Я его знаю теперь не только в лицо, но и название. Это бронзовка вонючая. Вот как раз он сел на розу. Отвратительное, конечно, насекомое. Массово он у меня в этом году паразитирует. Причем паразитирует он на светлых цветках. Вот эта роза, она белая с персиковой серединкой. Очень красивая, пахучая роза. Также есть роза желтая. И на ежевике цветочки белорозовые. С чего начинается? Смотрите, вот бутон у розы. Он подлетает и начинает выгрызать. Соответственно, там, где он отгрыз, цветок коричневеет, теряет внешний вид. При распуске, видите, он такого уже грязно-коричневого цвета. Вот где он подгрыз, лепестки засохли и цветок, конечно, внешний вид полностью потерял. Вот еще он отгрыз. А когда цветок распускается, вот, допустим, здесь, он начинает выедать серединку. На красных розах, вот у меня здесь рядом красная роза, он практически не портит цветок. Вот на красных у них несколько роз красных, и здесь практически нет. Видите, цветок красивый остается. Вот, не тронутый. А светлые цветы он портит ужасно. Бронзовка вонючая, она выглядит, это насекомое, с глянцевым черным цветом, глянцевый такой, щетинистая брюшка у него, и белые пятнышки. Такой жесткий панцирь. Причем, когда докасаешься до бронзовки, она выделяет жидкость, такую желтоватую. Вот эта жидкость, она очень и очень сильно, зловонно воняет. Я долго думала, что это за запах вообще. И потом вспомнила, что это запах тухлого мяса. Представляете? Вот, еще не распустился цветок, а он уже весь подгрызан. Вот так она уничтожает цветы. Практически. Летает он с утра до захода солнца. Причем я почитала, что преодолевает очень большие расстояния. Вот каждый день, я теперь с утра до вечера хожу и убираю этих насекомых цветков. как бороться с этой бронзовкой. Вот как раз, смотрите, вот он сел. Поближе сейчас покажу. Вот он. Насекомое, конечно, особенный запах, это просто отвратительно. Убираю я механически, то есть вручную хожу и в баночку собираю. По-другому, но никак не вижу способа. Другого есть. Пишут в интернете, что можно побрызгать, но препараты, понимаете, химические. И здесь же у меня пчел, насекомых, бабочек. Здесь очень много. Здесь светит лаванда. У меня, видите, очень много полезных насекомых. И просто, если сейчас страдить химическими препаратами, то здесь помрут не только бронзовки, но и все насекомые в кучу здесь будут лежать. Поэтому вот остается только механический способ сбора. Сейчас я соберу отсюда насекомых в банку и пойду вам покажу теперь ежевику. Еще, знаете, что заметила, что вот сейчас летает здесь зеленая муха. Видимо, когда он выделяет вот этот зловонный запах, то прилетает зеленая муха. Представляете, какой ужас. Иногда вот я беру пинцет вот такой, потому что иногда бутон еще не раскрывшийся и рукой очень сложно вытащить отсюда жука. Я беру вот таким пинцетом, убираю. Вот смотрите, банка. вот полбанки здесь, даже чуть больше полбанки этих жуков я собрала за два с половиной дня. То есть вчера, за вчера и вот сегодня полдня. Вот такое массовое нашествие этого насекомого. Вот в этом году вот такая напасть. Так, сейчас к ежевике подойдем. Здесь у меня на шпалере расположено три куста ежевики. Она сейчас цветет массово. И вот она, бронзовка. Уже сидит. Хотя буквально минут 20 назад я их здесь все собрала. Вот. Цветочек у ежевики тоже светлый, бело-розовый. Садится прямо в серединку и выгрызает вот пестики, тычинки. Полностью надгрызает. Или все выгрызает, или оставляет часть, и потом деформированная ягода вырастает, созревает. То есть там, знаете, не полноценная ягодка ежевики, а только часть ее, допустим, кончик, там три крупинки черненьких остается. И тут же вот пчелы летают. поэтому пчел здесь очень-очень много. Поэтому применение химических конечно препаратов я считаю, что невозможно. вот они, видите, двое сразу. Вот. Буквально только-только я собрала. Вот он сидит и выгрызает. конечно теряется урожай, он много подгрыз, хотя я собираю теперь каждый день с утра до самого вечера. Отвратительное зрелище. Сейчас соберу и подключусь. Так, я собрала их, не могу смотреть на это. Смотрите, сейчас вам покажу ягодки, где они уже все подгрызли. вот. Видите? Сейчас сфокусируется. Они выгрызают вот это основание ежевики. Ягода потом, она, знаете, такая корявая или ее не будет вообще. То есть усыхают полностью. Сейчас сфокусируется. Вот. Все, здесь ягоды уже не будет, урожая не будет. вот. Здесь довольно-таки много подгрызли. Причем, когда их, знаете, начинаешь снимать, ну, в баночку, да, они очень шустрые, особенно днем. Вот утром они более как-то сонно выглядят. Вот, смотрите, уже тоже ягода неполноценная. То есть внизу вот все выгрызли, верхушечка одна осталась, но это в лучшем случае. А вот здесь, допустим, они выгрызли все, и здесь уже ничего не будет. вот так вот. Такая в этом году напасть. И вообще, значит, они откладывают также личинки. Личинка, причем, знаете, очень сильно похожа на хруща. пчел, здесь очень-очень много бабочек, пчел, лос летают. И личинка похожа на хруща, я не сказала. И они откладывают уже, зимуют они в земле. То есть вот она здесь полетала, здесь же она отложила личинку, и весной проснулись и опять летают. Это работают пчелы. Здесь вот они, бабочки. Здесь вот как травить химическими препаратами, но никак, только вручную собирать. выхода больше нет. Но вручную собирать это начиная с утра. Смотрите, я только что прошлась, собрала, и вот он опять сидит. Бронзовка сидит. Смотрите, как она работает. Начинает выедать вот вкусную самую часть цветка. вот я хочу вас спросить, у кого тоже есть такой вредитель, и как вы боретесь с ним? Тоже механически, или есть какие-то биопрепараты? Я прочитала в интернете, что люди пишут, что якобы вот эта бронзовка, она боится дыма. И вот этот ароматизатор можно купить, растворить его, там 40 миллилитров, в 10 литрах воды, добавить хозяйственного мыла, жидкого, и вечером, когда уже насекомые все улетают, здесь тишина наступает, и обработать, побрызгать все кусты и розы вот этой смесью. Говорят, что работает. Конечно, такие красивые цветы, они очень-очень любят светлые, как я уже сказала. Я знаю, что есть бронзовка и других цветов, такого бронзового, золотистого, медного цвета. Вот у меня конкретно это черный глянцевый панцирь с белыми пятнышками. Есть такая еще бронзовка. И розы, конечно, жаль, они надгрызают розы, и цветок просто все, он испорчен. мне пока только остается убирать их вручную. Знаете, что я заметила, что когда я их собирала в баночку и пошла отнести курам, потому что куры любят всяких этих жучков, паучков, насекомых. Они у меня даже майских жуков клюют, едят, когда мы собирали, ловил майских отдавали, с удовольствием они их ели. А тут этих, когда я высыпала бронзовок лонючих, они к ним даже не подошли. То есть они видят, что что-то ползает, но они их не стали клевать. Вы представляете, насколько это безобразный, отвратительный вредитель. Смотрите, друзья, пока суть до дела, буду разбираться, как спасать урожай ежевики. Сейчас вечер, и я знаете, что придумала закрыла укровным материалом. Это тонкий номер 17, но хватило только, чтобы верхушки прикрыть у ежевики. Мы посмотрим, может быть, это хоть как-то спасет вот этой бронзовки вонючей. Здесь эта часть еще открыта, но прикрыла. Посмотрю, может быть, получится. Может быть, укровной материал спугнет это насекомое. Потом вам расскажу. что вы увидите, что у в